Виктория Ивановна, председатель МКД, металлурга 34. Металлурга 34. Сколько квартир? 96 квартир. У меня вопрос по подвалам. Скажите, пожалуйста, как можно вернуть подвал дома, который был продан муниципалитетам, частному лицу? Там находятся все наши инженерные сети. И вообще раньше там было бомбоубежище. Мы, значит, подали в суд жителей. Продающая компания отказалась с нами содействовать. Мы сами, жители, подали в суд. Это было в 2016 году. Целый год проходил суд. И в 2017 году нам вынесли решение, что исковая давность. Мы потеряны исковая давность. Хотя мы узнали, у нас тогда была компания «Крайжилсервис», и в 2016 году они разорились. И перед тем, как разориться, нам сказали, что это муниципальная территория. Хотя мы тогда вообще ничего не знали. И была в Оренте эта территория. Значит, суд мы проиграли. И муниципалитет... Кто у вас такого был? Суд был в 2016... Нет, дом. ...в 79-го года. Все собственники там играли? Две квартиры сейчас муниципальные. Первая квартира была приватизирована в 92-м году. В 94-м году муниципалитет приватизировал на себя их. Почему это он сделал? Незаконно это. Мы не знаем. Подвалы приватизировал. Мы этого не знаем. Хотя мы очень много... Я писала очень много писем в муниципалитет, в департаменте, в МИЗО. Мне были ответы, что подавайте в суд. И только через суд вы можете выиграть эти подвалы. Мы подали в суд. Там участвовало третье лицо, которое являлось как раз ориентатором этих помещений муниципальных. И они выиграли, хотя они были третьим лицом. Мы подавали на муниципалитет. Между жителями и муниципалитетом вмешалось третье лицо. И почему-то судья решил в пользу этого третьего лица. Сколько я уже обходила сейчас юридические компании, чтобы нам все-таки вернуть этот подвал назад. Потому что все деньги, которые там в ремонт проходят, все происходит за счет жителей. Сейчас мы устанавливаем там индивидуальный тепловой пункт. Опять за счет нас.